Сегодня я хочу показать вам видео-гайд, как сделать собственный скин в Call of Duty Modern Warfare 3. Значит, что нам для этого понадобится? Нам понадобится Photoshop обязательно. Вот я использую CS5, я дам на него ссылку в описании. По-моему, этого еще я использую плагины NVIDIA, DDS, фотошоповские плагины, без которых мы не сможем открыть сами скины. И самое главное, я использую вот такую папочку SkinRoc, в которой подробно описан процесс создания, даже не так, с помощью которых я могу использовать. Все ссылки будут в описании, для того, чтобы вы могли скачать. И сейчас мы попробуем сделать с вами абсолютно любой камуфляж. Значит, заходим в папку со скинами. Заходятся они в папке с игрой, в папке main. Ну, вот, если вы хотите заменить камуфляж на оружие, какое-либо, то это архив EV-05. Также, ой, EV-06, также в шестом архиве находятся разные виды текстур игроков. Значит, это такие, как перчатки различные, и половина бойцов, они используют именно рукава. EV-05, это уже сами большинство персонажей и так далее. В 0-0, там обычно хранятся мини-карты, главное меню и так далее. В 1-м, опять же, хранятся другая часть мини-карт и так далее. Обычно в 10-м хранятся уже блики. Ну, остальное я уже не затрагивал. Итак, значит, что нам надо? Заходим в папку images, это важно. И сейчас попробуем создать, допустим, любой абсолютно камуфляж. Вот взять хотя бы, ну, какой вот, мне нравится, допустим, чоку. Ну, вот берем именно камуфляж чоку и вытаскиваем его из архива. Получается у нас архив с разрешением EV. Так, ну, это будет у нас выглядеть в игре такой. Чтобы в меню был, я вот люблю брать вот еще вот этот файл, который имеет на конце SM, меню чоку SM. Итак, значит, что нам нужно сделать? У нас есть эти файлы, открыть их мы никак не сможем, поэтому мы их конвертируем. Конвертируем через вот эту порогу, простым просто перетаскиванием. Все. У меня просто эта текстура уже измененная, и поэтому такое изображение. Исходный EV мы можем теперь удалить. И камуфляжем вот это. Все. Так, увидите, у меня тоже не отображает, поскольку я не давно. Поэтому сейчас сделаем это вместе с вами. «Выбор программы из списка установленных, фотошопы использовать». Окей. Ждем. Запустится фотошоп. И, собственно, мы посмотрим на саму процедуру. Я вам покажу, как быстро делать камуфляж. Это простой. Сейчас я делаю камуфляж на все оружия. Такое вот окошко вылезет. Просто окей. Да, вот у нас получился вот такой вот. У меня уже есть несколько готовых, скачанных, точнее, проектов. Ну, давайте, допустим, я вот не знаю, какой выбрать. Ну, попробую сделать вот это. Просто перетаскиваю на картинку. Выбираю, понравившуюся область. Ну, допустим, так. Все, теперь файл. Сохранить как? Тут надо выбрать dds3. Вот это у нас чоку. Нажимаю «Сохранить», «Заменить», «Соглашаемся». Я оставлю так, чтобы вы посмотрели. Но, по сути, я ничего не менял в настройках. И менять ничего не надо. Просто сравните, так у вас или нет. Нажимаем «Сейф». Все, мы сохранили эту текстурку. Теперь мы делаем на главное меню. Это вот это «СМ». Чтобы главное меню оно отображалось. И переносим таким же макаром. И опять же сохраняем. Сохранить как? dds3. Сохранить и заменить. Согласились. Все. Итак, теперь у нас есть измененные камуфляжи. Давайте их даже проверим. Все. Вот такие у нас они будут выглядеть. Так, что делаем дальше? Запускаем вот эту вот программку. Так, значит, самое главное. Надо, чтобы папка со скин-уроком, она на вас находилась в корневом разделе вашей диска с вашей системой. То есть, у меня система на диске C, значит, скин-урок прямо в корневом разделе находится. Тогда вы можете вот этот файл вручную не искать его. А он уже будет автоматически прописан к нему путь. Так, выбираем конвертируемый файл. Начнем с первого. И самое главное, что большинство ошибается, они не фиксят код вот этот CRC32. А это важно. Если вы не будете его изменять вручную, тогда вы будете при заходе на сервер получать ошибку, потому что якобы файлы отличаются от сервера. Поскольку такая система, что она сверяет файлы именно, коды. Так. Это у нас обычный чоку. И вот он, вот этот код. Его можно увидеть через WinRAR. Вот он, вот этот код. Вот CRC32. Так. Вручную прописываем его. Ну, правильно говоря. Сконвертировали. Запустили. Получили готовый камуфляж. Так. Теперь мы для меня все это сделаем. Так. Вот, вот. Внимаем. Так. И меняем. И вот эти два камуфляжа мы теперь можем использовать. Значит. Для того, чтобы они хорошо у нас работали, нам нужно будет опять зайти в папку с игрой. В папку main. Выбрать архив его 06. Зайти в папку images, это важно. И просто перекинуть их. И согласиться на замену. Видите? Добавить замены файлов. Нажать ok. Ждем пока процесс закончится. И вот все. Мы сделали свой собственный камуфляж на Call of Duty Monroe Fire 3. Но мы поменяли. Но мы сделали простой камуфляж. Так его называем простыми. Потому что их легко здесь сделать можно. Так. Теперь давайте попробуем чего-нибудь посложнее сделать. Есть вот определенные, допустим, камуфляжи с текстурой самих оружий. Вот, допустим, вот это ViewModel. Russian Sleeve и так далее. Это перчатки. Sleeve нет, это рукава. Glove, это перчатки. Есть даже текстура джиггернаута. То есть, в общем, фантазия позволяет заменить что угодно. Просто главное, чтобы вы понимали, что хотите заменить и так далее. Сейчас я хочу попробовать поменять на АКР. Подобавить что-нибудь. Ну, просто показать вам, что это возможно. Так, вот он текстура АКР. Перекидываем все. Открываем в фотошопе. И вот мы видим, у нас получился такой вот ствол. Я думаю, поначалу вам ничего понятно не будет. Да, эта текстура так записана, что разобраться тяжело, что где находится. Но постепенно вы поймете, что к чему. Допустим, вот этот вот здесь, если прикрепить ник, то он будет читаемого классно-писью Remington. Ну да, я как-то немного. Вот это магазин. Ну, в принципе, вы разберетесь, как это делать. Сейчас я попробую делать что-нибудь простое абсолютно. Дальше вот все, как-ваши изменения текстуры, зависит от ваших навыков владения фотошопом. То есть, если вы фотошопом хорошо владеете, то вам не ставят проблемы создать красивые камуфляжи. Ну, допустим, что я напишу. Давайте так. Нет. Ну, стандартный напишу. Свой ник. Так, создам, ну, допустим, белый цвет. Хорошо. Так, я добавлю какой-нибудь шрифт, типа вот этого. Прибавлю масштабирование. И наклоняю слегка. Все. Нажимаем файл. Сохранить как. Опять DDS. Сохранить. Заменить. Сейм. Ждем, пока не появится иконка. Когда можно будет закрыть все. Закрываем. И фотошоп закрываем. Так, запускаем опять эту программку. Опять выбираем конвертируемый файл. Fix.crc32. Итак, выбираем теперь, нам нужно, код этот внести. Конвертируем. Запускаем. И у нас появился свой собственный камуфляж на АКР. С собственным, то есть, собственным ником. И если сейчас его добавить в папку с игрой, поверх того камуфляжа, который я сделал, то есть, выберем в игре АКР и добавим на нее камуфляж шоколадный, то у нас появится текстурка вот такого вот вида. Она будет повторяться постоянно, ну, повторяться в различных, в различном, как бы так сказать, положении. И помимо этого, сверху на ней еще будет прикреплен ник на том месте, на котором вы его оставите. Ну, собственно, камуфляжи делать легко. И я думаю, с тем, что я показал, у вас не встает правильный. Но если какие-то вопросы будут, отписывайтесь в комментариях. Весь софт, который у меня пользовался, который вы видели, я выложу на гидк гугл и ссылочки прикуплю в описании. Ну, спасибо за просмотр. Если понравилось данное видео, можете подписаться на канал. Раз в неделю я буду выпускать сборку камуфляжей на КВТ Монтер Фей 3. Это все будет в нашей группе ВК. Ссылки на них и ссылки на сами ролики. Если есть желание, вступайте, в принципе. Ну, еще раз спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...